Добрый день, уважаемые участники. Я надеюсь, меня видно, слышно и можно начинать нашу сегодняшнюю встречу. Встреча у нас сегодня будет посвящена созданию виртуальных путешествий, виртуальных экскурсий, интерактивных карт, интерактивных изображений, которые помогают создавать разные виртуальные маршруты. Вот обо всем этом сегодня поговорим. Я, как всегда, подобрала несколько интересных онлайн-сервисов. Расскажу немного об их возможностях, покажу, как всегда, примеры. Если какие-то ссылки вы не успеваете открывать, они все сохранены внутри презентации и можно потом, если скачать презентацию, все эти ссылочки себе сохранить. По всем сервисам есть обучающие материалы, они тоже внутри самой презентации. Ну, это так, основное вступление, так, начинаем. Создание виртуальной экскурсии сейчас достаточно распространенное явление. Это хороший способ визуализировать информацию. Создают и учителя, и библиотекари. Библиотекари создают виртуальные маршруты для своих читателей. Чаще всего это экскурсии по достопримечательностям и памятникам города, разным памятным местам, того населенного пункта, где живут участники этой виртуальной экскурсии. Это могут быть маршруты, связанные с именами известных людей, земляков, каких-то известных писателей, поэтов. Интересный вариант виртуальной экскурсии, рассказывающий о каких-то исторических событиях по историческим местам. Ну и, наконец, совсем необычный вариант – это путешествие вместе с литературными героями. Создание каких-то интерактивных карт на основе литературных произведений. И на основе этого виртуальные путешествия по страницам книги на основе интерактивной карты. Если звук есть, то нажмите, пожалуйста, огонек, чтобы я видела, слышала, все слышно. Да, звук есть, все в порядке. Значит, можем дальше продолжать. Итак, с чего начать? Вот если необходимо создать первую виртуальную экскурсию, с чего нужно начать? Ну, начать, наверное, стоит того, чтобы спланировать сам маршрут, из каких точек он будет состоять, что это будут за точки. Ну и потом к каждой точке маршрута нужно подобрать определенный контент. Виртуальное путешествие, виртуальный маршрут – это какие-то точки на карте, к каждой точке привязано определенное содержимое. Это может быть текстовое описание, фотографии, видео, может быть различные ссылки на веб-ресурсы. Ссылки на различные информационные продукты, на презентации, может быть на игры, на викторины, ссылки, может быть аудио. В общем, для начала необходимо задаться вот такой исследовательской работой, собирательской, собрать весь контент, который мы хотим поместить на карту, но уже в зависимости от контента уже выбирать интернет-сервис, который для этого подойдет. Какие же здесь могут быть варианты? Начнем с самого простого, от простого к сложному пойдем. Первый вариант сервиса называется ClickToMap. У меня тут на каждом слайде по сервису будет небольшой скриншот. Его же, чтобы посмотреть вблизи, можно по ссылочке. Вот ссылка на эту карту. А так она вот на скриншоте выглядит следующим образом. Очень совершенно простая карта. Здесь взята за основу карта угол. Не зря называется ClickToMap. Карта в два клика. То есть это все создается буквально в считанные минуты. Карта на основе текста прежде всего и можно добавить еще картинку. Минимальный размер контента. Если нужна карта, вот здесь, например, карта с большим количеством точек и каждая точка с небольшим текстом, то, наверное, не имеет смысла брать какие-то сложные сервисы, если у нас просто текст и просто большое количество точек на карте. Поэтому был выбран вот такой вариант. ClickToMap. Как это все работает? Изнутри конструктор выглядит следующим образом. Мы для начала должны поставить маркер, точку на карте. Нажимаем на кнопку New Marker. Вот он новый у нас маркер. Даем ему название, описание. Самое главное здесь дать адрес населенного пункта. Маркер должен его найти. Здесь можно по широте и толкоте поискать, но можно просто написать название населенного пункта. Можно кириллицей, можно латиницей, как угодно. И обязательно нажать на кнопку GeoCode, чтобы этот маркер на карте появился. Если все сделано правильно, то точка на карте появится. А далее с правой стороны список разнообразный, куда можно вставлять дополнительный контент, привязанный к этой точке. Самое распространенное это вот текст и ссылка. Можно вставить ссылку на какой-то веб-ресурс и можно добавить небольшой текст. В отдельной вкладке можно добавить еще фотографию, загрузить сюда, добавить небольшую картинку. После этого нажимаем ОК. Сохраняется первая точка на карте. И таким образом мы добавляем в этот маршрут столько точек, сколько нам необходимо. Дополнительно здесь есть опция рисования. В английском у Труин. Она поможет эти точки соединить линии и получится такой уже более связанный маршрут. Все происходит очень быстро. Буквально за полчаса можно сделать маленькую виртуальную экскурсию уже. Но, к сожалению, здесь английский язык. Еще проще взять просто то, что есть под рукой. Гугл карта. Это действительно самый простой, наверное, вариант. Гугл карты позволяют создавать виртуальные экскурсии, виртуальные маршруты на основе текстов, изображений, гиперссылок, видеороликов. Я вам сейчас две ссылочки в чат отправлю. Первая ссылка это как раз путешествие с литературными героями по страницам Жуля Верна. То, что у меня сейчас на экране в виде скриншота. Вторая карта чуть-чуть попроще про олимпийские игры. Как это здесь все работает? Для начала нам нужен аккаунт Google, конечно. Google карты позволяют, самый большой плюс, позволяют организовать совместную работу. Вот как раз путешествие с Жулем Верном, это пример совместной работы на одной карте, где все участники, каждый отвечал за какие-то свои точки. И потом все это было соединено маршрутом. Давайте посмотрим изнутри на конструктор, как выглядит. Здесь все несложно. В Google картах выбираем опцию создать карту. Ну а далее начинаем опять с выстраивания маркеров. Первый маркер, есть поисковая строка вверху, с синей кнопочкой, где изображена лупа. Туда мы вносим название, нажимаем на эту лупу и точка эта найдена на карте. Я, например, свой Мурманск добавила. И дальше нам предлагают эту же точку сразу же и добавить в виде маркера. Нажимаем на добавить, ну а дальше к этой точке начинаем прикреплять контент. Вот несколько скриншотов разнообразного контента, что можно добавить. Вот в красную рамочку я вынесла как раз варианты. Первое – это заливка. Можно эту точку на карте как-то раскрасить по-другому, выбрать цвет. Кроме того, можно здесь же еще и форму значка выбрать. Если нам капелька такая не нравится, можем кружочек, квадрат, все что угодно. Дальше, там где нарисован карандашик, это добавление текста. Мы можем сюда вписать небольшой текст. Далее, фотоаппарат значок. Это для добавления картинок и видео. Картинки можно загружать по ссылке или прямо со своего компьютера, а вот видео можно загружать по ссылке YouTube. Если вы не помните эту ссылку, можно поискать, тут же есть поисковая строчка. В общем-то, все очень просто. Загружаем, сохраняем, обязательно нажимаем на кнопку «Сохранить» и весь этот контент прикрепляется у нас к точке. Как только у нас несколько таких точек появилось на карте, мы можем их соединить в маршрут. Можно это сделать автоматически, просто щелкнуть и будет просто по прямой все линии, все точки соединяются между собой. Выбираем опцию «Добавить линию фигуру». Ну и далее все точки щелкаем по точкам, и они будут соединяться этой самой линией. Так вот весь маршрут можно добавить. Поскольку Google Service это больше пользовательский сервис, тут можно маршруты проложить для велосипедиста, для пешехода, то есть разнообразить эти маршруты. Ну так самый стандартный вариант – это вот самый верхний, добавить линию фигуру. Тогда все точки будут четко соединены между собой. И зрители уже поймут, в каком направлении нужно двигаться. Где здесь начало маршрута, где окончание, где само движение будет. Обращаю внимание на вот с левой стороны у меня на скриншоте две кнопочки «Добавить слой» и «Поделиться». Кнопочка «Поделиться» – это как раз для того, чтобы приглашать соавторов в работу. Нажав эту кнопку, мы можем разослать приглашение на адрес электронной почты. Единственное, что у тех, кому мы будем их рассылать, должен тоже быть Google аккаунт. Все должны быть зарегистрированы здесь. Анонимно не получится поработать. И еще дополнительная опция «Добавить слой». Это интересная вещь. Дело в том, что, например, возникает необходимость создать несколько маршрутов на основе одной карты. Например, взять одну карту города и создать два маршрута. Один маршрут по литературным местам, второй маршрут по памятникам войны, например. Тогда, получается, надо две отдельных карты создавать, но это лишние трудозатраты, новую карту создавать, все с нуля начинать. Можно для этого придумать несколько слоев. На Google картах можно добавлять до десяти слоев. И прямо внутри одной карты будет первый вариант. Это виртуальный маршрут по одним достопримечательностям. И можно переключиться тут же на другой маршрут по другим достопримечательностям. И так можно целую виртуальную программу придумать. Например, если вы какой-нибудь туристический портал хотите сделать на основе Google карт, то можно по достопримечательностям города создать до десяти маршрутов самых разных, по разным точкам. И все это собрать на одной карте. А дальше зрители уже будут выбирать, что им больше понравится. Так что вот эта вот полезная опция, пожалуй, это единственный сервис, который предлагает такой хороший вариант. Естественно, забыла я сказать, что и предыдущий сервис, и этот дает ссылку и код. Можно встроить на страницу сайта и блога, и то, и другое. Давайте посмотрим еще что-нибудь. Сервис ZMaps. В общем-то, он неплох. Я вам сейчас дам ссылочку на него. Он, может быть, не такой красочный, но довольно функциональный. Он чем-то на Google карты похож. Ну, за основу здесь та же самая Google карта взяла. Каждый сервис, по сути, берет, ну, грубо говоря, берет Google карту, добавляет туда какие-то свои фишечки, ну, и вот сервис получился новый. Здесь та же самая история. Здесь в основе, если присмотреться внизу, надпись Google карта. Они взяли эту самую карту и придумали свой вариант, как можно с ней работать. Если присмотреться, здесь такие же маркеры, здесь точки маршрута. Единственное, чем отличаются, можно заштриховать какую-то площадку. Ну, вот ссылочка на золотое кольцо. Там вот самая площадь этого золотого кольца заштрихована, где границы будут как раз города этого золотого кольца. Вот единственное, что здесь можно заметить. Плюс еще здесь дополнительно можно каждой точке на карте, кроме ссылок, текстов, картинок и видео, можно еще добавить звук. Можно какой-нибудь, я не знаю, но если у нас города, может быть гимн города добавить, может быть какое-то просто фоновое музыкальное оформление для точки, если это необходимо. Зимэпс, в общем-то, всем хорош. Единственное, ну, то, что на английском языке, минус. Но это не самое главное. Дело в том, что он очень сильно монетизировался. И сейчас можно создать здесь 5 интерактивных карт. Но это даже не так плохо. А плохо то, что каждая карта только на 100 просмотров, то есть на 100 открытий. Вот если мы 100 раз щелкнем по этой ссылке, 100 раз ее откроем, то после этого она перестанет открываться. Вот, бесплатный тариф закончится на этом. То есть, либо создавать несколько копий одной карты, ну, либо отказаться в пользу другого сервиса. Ну, а если мы просто хотим поместить это на страницы сайта и блога, то, в общем-то, можно попробовать. Как выглядит конструктор? Конструктор следующий. Здесь все очень похоже на Google карту. Сначала есть поисковая строка, туда мы вносим название населенного пункта. Делается через кнопочку Additions, добавление объектов. Вот, называем Additions. В поисковую строку вносим город. Допустим, он появляется у нас на карте. Ну, здесь я перевела на русский язык, чтобы было понятнее, что и как. А далее, к этой точке на карте мы можем прикрепить изображение, либо с компьютера загрузить, либо по ссылке добавить. Аудио. Опять, либо с компьютера, либо по ссылке. И видео с YouTube. Тут только по ссылке. Все это можно посмотреть, подтвердить, сохранить. Это все делается во вкладке Media. Во вкладке Место расположения она не такая интересная, как вкладка Media. Во вкладке Место расположения мы просто называем этот населенный пункт и даем краткое текстовое описание. Дополнительную информацию можно поместить в разделе Детали. Там разные справочные материалы, ну, как правило, там связанные с гиперссылками, какие-то адреса. Допустим, и имейлы, и прочие справочные материалы во вкладке Детали находятся. Обязательно все сохраняем. И дальше можем ссылку получить на карту и код устраивать на странице сайта и блога. Вот не знаю, если она встраивается, считается ли там 100 просмотров и каким образом эти ограничения работают в этом смысле. Надо просто поэкспериментировать с этим. Другой вариант – Scribble Maps. Сейчас ссылочку сразу отправлю. Тоже 5 интерактивных карт. Тоже он не абсолютно бесплатный, но здесь нет ограничений по просмотрам. То есть здесь по-самободнее будет. А, да, 100 просмотров мало, согласна с вами. Ну что делать? Сейчас все монетизируется. Постоянно проводишь, когда вебинары, постоянно приходится отслеживать каждый сервис, что он придумал. И тут ситуация меняется прямо на глазах. Сегодня можно одно, а завтра уже совсем другое. Поэтому давайте посмотрим другой вариант – Scribble Maps. Здесь нет ограничений по просмотрам. Здесь все отлично. Только 5 интерактивных карт. Сервис на английском языке, но переводится на русский. Здесь, как вы видите, точки на карте. Каждой точке всплывающее окошко с текстом. И плюс картинка. Но картинка не всплывает. Она уже изначально прикреплена к точке в виде маленького такого вот изображения. С левой стороны список всех точек. Тоже с маленькими картиночками. При наведении курсора, если щелкаем по маркеру, то всплывающее окошко появляется. В общем, здесь неплохой сервис. Тоже несложный. Тоже Google карта в основе лежит. Все тоже. Вся та же история. Как он выглядит и чем он отличается от предыдущей? В принципе, все точно такое же. Здесь можно карты сделать разными. Если изначально во всех сервисах предлагается только вариант стандартной карты, то здесь можно карту вот такую, например, сделать со зданиями. Не знаю, как это на языке науки называются. Такие карты спутниковые, наверное. Но вот выглядят они немножко иначе. Вот, например, это Санкт-Петербург. Карта с высоты спутника. Таким образом выглядит. Здесь уже красиво так здания прорисованы. В общем, такая более человеческая карта получается. Вот, поисковая строка, я ее выделила в красную рамочку. Ее можно найти слева вверху. Там вписываем название населенного пункта. Опять нажимаем на лупу, и этот маркер появляется. Маркер можно редактировать. Он изначально будет синенькой капелькой. Можно тоже цвет поменять там. Щелкаем по иконке, меняем. Дальше. Title. Это заголовок. Description. Это текстовое описание. Кстати, здесь можно подкорректировать. Если вы знаете широту и долготу какого-то объекта, то можно прямо вот по широте и долготе прописать. А вообще можно там еще и по карте по этой поискать. Например, обозначить дома какие-то. Вот тот же Санкт-Петербург. Здесь очень подробная карта. Здесь можно точки наставить прямо вот на определенные дома. И тоже здесь неплохо. Здесь тоже Google карта взята за основу, но немножко поинтереснее выглядит. Четыре иконочки подсказывают нам, что можно добавить к этой точке на карте. Есть здесь ссылки. Это цепочка такая. Дальше YouTube. Это у нас видео. По ссылке добавляется дальше картинка с плюсиком. Это мы с компьютера загружаем свои фотографии. Ну и последний оранжевый значок. Это сервис, который называется SoundCloud. Это сервис с музыкой. Берем оттуда музыкальный файл, ссылку на него точнее, и добавляем к точке на карте. Чем хорош еще сервис? Если обратили внимание, с левой стороны огромное количество разных значков. Там есть эластики, маркеры, какие-то линии разные, цвета, палитры. Это значит, что по этой карте можно рисовать. Здесь можно маркер себе выбрать, взять цвет и нарисовать этот маршрут совершенно вручную. Все отрисовать. Так что если у вас есть художественные способности, хочется самим попробовать, здесь есть возможность для рисования. Здесь можно поверх добавить разные фигуры, квадратики, треугольнички, рисовать, закрашивать какие-то территории. В общем, здесь такой рисовательный сервис. В общем-то, все неплохо, можно перевести на русский язык, но само окошечко здесь очень простое, не заблудишься. TripLine. К сожалению, раньше одно время это был очень хороший сервис. Он сейчас бесплатный остался, вообще никаких нет ограничений, абсолютно он бесплатен. Единственное, на английском, но это несложно. Вот я вам экскурсию по Санкт-Петербургу сейчас отправила в чат. Сейчас могу еще один интересный маршрут путешествия с бароном Мюнхгаузеном. Это то, о чем я говорила, путешествие с литературными героями, тоже сделанное с помощью этого сервиса. Ну, видите, ссылки такие многоэтажные. На самом деле, по-хорошему, надо было их сокращать, конечно. Чем сервис этот привлекает? Раньше вот такой вот маршрут, экскурсия по Санкт-Петербургу, вот так он выглядит. Раньше перемещались с точки на точку, то есть открываешь карту и автоматом перелетаешь с места на место. Это смотрелось здорово, необычно. Но затем почему-то карта стала статичной, сейчас никаких перелетов нет. Нам приходится самим щелкать по этим точкам на карте и открывать содержимое. А в содержимом тексты и картинки. К сожалению, ничего более сюда добавить нельзя, только тексты и изображения. Но если у вас есть много точек, есть много картинок и много текста, то можно использовать этот сервис, он совершенно простой для освоения. Ну и можно его порекомендовать, например, если вы с детьми много работаете, часто спрашивают, что можно порекомендовать для детей что-нибудь такое простое для освоения. Ну, вот реплайн – самый простой вариант здесь. Если полистать, сама карта в центре, а внизу будут точки маршрута списком данные. Можно по списку смотреть, а можно по карте и так, и так. Как это все работает? Здесь принцип работы следующий. Сначала нужно просто выделить эти точки. Вот я списочком их три точки обозначила. Сервис сам все сделает. А он тут же все соединит линий. От первой точки до последней. Вот в том порядке, как они есть. Если мы порядок поменяем, то и маршрут немножко иначе выстроится. То есть сначала просто выстраиваем эти точки в порядке и соединяем линии. Вот они внизу. Вот таким образом обозначены. И вверху на карте. Редактировать будем внизу в этом списке. Он, кстати, посчитал, например, что мое путешествие по городам Мурманской области займет один день. Там три места. Это все 96 миль. Вообще-то реплайн – сервис для путешественников. Так он себя позиционирует. То есть ты вот где-то попутешествовал и потом об этом рассказал. Ну, вот виртуальное путешествие можно создать. Здесь всего две кнопочки. Первая кнопка с карандашом – это тексты добавить. Вторая кнопка с фотоаппаратом – загрузить картинки. Причем картинку можно не одну добавить, а несколько. Очень просто. Нажимаем на эти два значка, добавляем, сохраняем, получаем ссылку и код. Ну, а затем можно встроить на страницу сайта и блога. Таким образом это все быстро и просто работает. Давайте чуть-чуть посложнее посмотрим. Time Mapper. Да не чуть-чуть посложнее, а довольно значительно сложнее. Это тот вариант, когда мы хотим создать карту, но не простую, а добавить внутрь карты какие-то даты. В общем, это получится у нас гибрид. Ленты времени и карты. Ну, например, у меня есть тема «Великие сражения Великой Отечественной войны». И вот я хочу добавить на эту карту Ленинград, Москву, Сталинград, еще какие-то Курскую дугу, например, и так далее. И одновременно я могу эти точки привязать еще и к датам. Там, допустим, «Битва под Москвой» 41-й год, там «Курская другая» другой год. И для этого вот можно воспользоваться таким сервисом. Time Mapper. Он одновременно позволяет создавать и ленту времени, и карту. И сам он выглядит следующим образом. В центре слайд, как презентация, ее можно стрелочками листать. Внизу лента времени с датами. Там тоже можно листать и щелкать. Ну и карта с правой стороны точки маркеры. Там тоже. Три варианта просмотра. Либо просто слайдами листать, либо карту, либо ленту времени щелкать. Вот такой симпатичный, довольный инструмент. Правда, жалко, что этот сервис забросили немножко, никак его не модифицируют. Поэтому для начала в нем, для первой попытки разбираться придется какое-то время. Но затем, когда уже разберешься, что к чему, станет работать проще. Он абсолютно бесплатный. Здесь ограничений никаких нет. Единственное, что требуется, это Google аккаунт. Опять-таки. Итак, заходим на сайт. Регистрироваться не надо. Если у нас есть Google аккаунт, просто его подключаем. И берем ссылочку вот из этой желтой рамки. Я ее еще красным ввела. Это шаблон. Карта, лента, все это вместе создается на основе шаблона. Нам он нужен. Для этого мы его скачиваем на свой Google диск. Берем эту ссылку, вставляем в строку браузера, открываем. Откроется шаблон. Нам нужно его скопировать себе на Google диск. Выбираем вкладку файл. Выбираем здесь создать копию. И все. Вот в копии теперь можно редактировать. Копия выглядит следующим образом. Это некая такая таблица. Google таблица. Если вы с ними работали, то это она и есть. Здесь есть несколько граф, подписанных английскими буквами. Здесь уже содержание внутри. Нужно всего лишь это стереть и добавить свое. Но для начала разобраться, что добавлять. Нельзя ни в коем случае стирать столбики и менять название столбиков. Вот как они черным обозначены, вот их ни в коем случае не трогаем. Все остальное стирать можно. И можно добавлять еще новые строки. Если их будет мало, можно добавить. Ну, давайте слева направо вкратце расскажу, что здесь и как работает. Title – это заголовок. Это название точки на карте, название события, все что угодно. Все, что название, это будет большими буквами отпечатываться на слайде. Дальше. Start – это дата начала события, а End – соответственно, это окончание. Обязательно хотя бы Start прописать. Окончание можно не прописывать. Description – это описание. Допустим, если у меня здесь была бы Москва, там бы я написала 41-й год, а здесь бы я вкратце описала действия, например, по обороне Москвы. Небольшое описание. Но помним, что здесь слишком большой текст не получится вставить, потому что это все будет на слайде написано, а слайд все-таки ограниченный. По возможностям. Просто часть текста может не поместиться. Ну, 3-4 предложения вполне достаточно, пожалуй. Дальше. Вкладка Image. Чуть ниже. Это столбик Е. Image – это картинка, которую мы добавляем по ссылке. Картинка должна быть обязательно опубликована в сети интернет. Поэтому нам нужна на нее ссылка. Вставляем ее сюда. Ну, вот здесь в первой графе, например, видно, что это ссылка на картинку из Википедии, например. Картинку можно добавить одну. Если у нас есть видеоролик, то можно вместо картинки туда же вставить ссылку на видео, например, с YouTube. Вкладку Place я пока пропускаю. Я к ней вернусь чуть попозже. Обращу внимание на вкладку Location. Дальше самое интересное. Нам же нужна карта. Понятно, с датами мы разобрались, мы их уручную проставили. А как мы будем прописывать населенный пункт, к которому привязанная эта будет информация, точку на карте, как ее сделать здесь. Для этого есть вот эта вот вкладка Location. И если вы обратите внимание, там прописаны какие-то наборы цифр через точку. 43, точка 45, 86 и тому подобное. Это географические координаты, где их можно найти. Ну, например, нам нужно сюда Москву было бы вставить. Для этого мы идем на Яндекс.Карты. Вот почему-то в Google-картах этого нет. Я не нашла, по крайней мере. А вот в Яндекс.Картах можно найти эти географические координаты. Вот именно в таком формате. Набрала в Яндекс.Картах Москву, скопировала это все и сюда вставила. Во вкладку Location. Location и Original – это более какое-то дробное значение. Если бы, допустим, надо было не просто Москву, а, допустим, там, Кремль московский, то я бы в первый графу внесла Москву, во второй бы внесла координаты Московского Кремля. Но вообще Location и Original – это необязательный столбик. Самый главный здесь именно Location. Все остальные уже вспомогательные. Последние две вкладки. Source – это источник информации. Например, я взяла ее из Википедии. Здесь и написала. Ну, а Source URL – там я добавила ссылку на эту самую статью из Википедии. Последние два столбика тоже необязательные. Теперь возвращаемся к Place. Что это за вкладка? Здесь, если присмотреться, там написано название населенного пункта. Это на тот случай создатели сервиса придумали другой вариант. Вот мы вручную выставили географические координаты. А создатели сервиса на сайте предлагают так называемую волшебную формулу. Как это все работает? Там такая длинная формула, я ее даже решила не копировать просто. Просто на самом сайте уже можно посмотреть. К тому же у меня почему-то эта формула не сработала. Не знаю почему. Может быть, Place надо было написать английскими буквами. В принцип работы в Place вносим название населенного пункта, а в Location вносим эту волшебную формулу. Она такая трехэтажная, на три строчки, набор символов. И якобы сервис потом автоматически по этой формуле высчитает эту географическую точку. Но, к сожалению, у меня ничего не получилось с этим, поэтому уже не буду. Но такой вариант тоже есть. Поэтому Place, если хотим воспользоваться этой формулой, то в разделе Place вписываем название места, а в Location эту формулу. И сервис автоматически, по идее, должен ее найти. Правда, почему-то не всегда срабатывает. Ну, а далее эту табличку надо сохранить обязательно, опубликовать в интернете и получить на нее ссылку. После этого вернуться обратно на сайт. И в это же самое окошечко, вот оно вверху в красной рамке, но там был шаблон. Шаблон стираем, а вписываем ссылку на свою карту. И далее здесь же чуть ниже разные опции для настраивания. Даем название своей карты. Выбираем формат, в котором хотим, чтобы она работала. По умолчанию формат будет Time Map. То есть и лента, и карта. Если вам нужна только лента времени, то выбираем Time Line. Если только карта, то Map. Дальше здесь дополнительные опции есть. По дате, как будет выглядеть американский вариант или европейский вариант. И какой точка будет первой. Можно в обратной хронологии показывать, можно в прямой хронологии тоже выбираем. По умолчанию здесь стоит обычная прямая хронология. От более старшего к более новому. Ну и после этого нажимаем Publish. Вот на этом этапе, после того, как мы опубликовали, теперь уже можно посмотреть, что у нас получилось. Если что-то не понравилось, то не забываем, что на Google Диске у нас сохранился этот шаблон. Просто возвращаемся обратно в Google Диск, дорабатываем шаблон, исправляем все, что нам не понравилось. Опять сохраняем второй раз и смотрим, как изменилось. Вот таким образом работает все. Есть ссылка, есть код. Можно это встроить на страницу сайта и блога. Может быть, немножко длинно это получится, но возможностей достаточно много у сервиса. А вообще, если честно, мне нравится вот этот сервис больше. Он какой-то более красочный, более такой интересный, на мой взгляд. Называется он StoryMap. Здесь, правда, не шаблон, но очень похоже. Две ссылочки отправлю. Первая – это ссылка на историческую тематику. И вторую ссылку сейчас, это я из последнего. Это в январе отмечался юбилей Рубцова. Вот такая была экскурсия по рубцовским местам. Походу немножко расскажу. Да, действительно красивый сервис, необычный и достаточно несложный. На английском, ну, здесь тоже. В общем, TimeMapper все-таки он самый сложный, пожалуй. StoryMap он немножко попроще. Ну, красиво смотрится. С левой стороны карта, с правой стороны слайды. Можно сделать их красивыми, с фотографией, с фоновой, тексты, картинки добавить. В общем, навести красоту. Дополнительно, кроме текста и картинок, можно добавлять видео, ссылки. Конструктор. Для начала нужно зайти на сайт, нам нужен аккаунт Google опять-таки. Подключаемся к Google аккаунту своему, выбираем опцию создать интерактивную карту. MakeStoryMap сервис бесплатный, ограничений нет. Заходим внутрь. С одной стороны здесь есть слайды. Каждая метка на карте – это определенный слайд. Плюс есть еще титульный слайд, это как обложка. На обложку мы вписываем название виртуального маршрута, какую-то картинку добавляем для красоты. Можно ее сделать фоновой. И все, пожалуй, на этом. А дальше все остальные слайды – это уже слайды, привязанные к точкам на карте. Добавляются они через кнопочку «плюс». Это слайд, добавить слайды. Ну и по каждому слайду, по каждой отдельной точке работаем, заполняем вот такую карточку. Для начала нам нужна эта точка. Вверху карта, она, правда, не очень красивая, но в итоге получится намного симпатичнее. Здесь такой рабочий вариант. Записываем в поисковую строку название населенного пункта. Я, например, делала про города-герои, поэтому у меня здесь первая точка на карте была Брест. Можно русским вписывать, можно английским. Как угодно, хорошо ищет. Тоже за основу взял, да, все та же гугл-карта. К сожалению, здесь он хорошо ищет населенные объекты. Как это сказать-то? Ну да, действительно, города-поселки ищет. Но, например, если нам нужно будет найти какие-нибудь острова, был такой случай, просили найти там острова в Атлантическом океане рядом с Антарктидой. Но они никак не населенные, и там никаких маркеров на это место не было. И нам пришлось от этой идеи отказаться, просто поиска и не нашел. Ни по названию, ни никак. Но если у нас обычный населенный пункт, даже если это не город, а поселок, деревня, то, как правило, все здесь неплохо находится. Появляется маркер после того, как мы добавили эту точку. И открываются вот такие окошечки, куда мы вписываем содержимое. Во-первых, нам нужно какой-то медиафайл сюда. Либо картинку с компьютера добавить, либо загрузить эту картинку по ссылке. Вместо картинки по ссылке можно видео добавить. Дальше. К медиафайлу можно добавить подпись небольшую и описание. Ну, подпись имеется в виду, кто автор, допустим, фотографии. А описание просто написать, что там нарисовано, каким образом эта картинка привязана к этому месту. С правой стороны пустое поле – это текстовое поле, куда добавляется текст. Я уже не стала скриншотить это текстовое поле. Оно очень простое там есть. Просто можно выбрать шрифт, размер и прикрепить гиперссылку. Сделать что-то более жирным и сделать что-то обычным шрифтом. А нет, я скриншотила я все-таки. Ну, вот так это выглядит. Здесь можно поменять немножко шрифт, добавить ссылку. Есть еще опция «Вставить HTML». Какой-то объект по коду можно попробовать сюда вставить. Я, правда, этой опцией ни разу не пользовалась. Текстовое окошечко здесь очень небольшое, и сами слайды очень ограничены. Поэтому большой текст сюда не получится вставить. К сожалению, тут тоже 3-4 предложения. Если сделать больше, текст, конечно, поместится на слайды, но появится полоса прокрутки, и не всегда это удобно пролистывать и просматривать. Да, теперь по поводу текста. Правильно написали, что с переносом там не очень. Я заметила вот какую особенность, связанную здесь. Он не очень любит, когда сюда копипастят текст. То есть чаще всего берут какой-то текст уже готовый и вставляют внутрь сервиса. В этом смысле он начинает хулиганить, он начинает слова переносить, менять местами. Не знаю, с чем это связано, почему так. Вот именно текст, который не вручную набирается, а вот по принципу вставить, он иногда с ним начинает такие штуки проворачивать. Особенно он не любит тексты из Википедии. Вот с Вики-разметкой он совсем не дружит, она ему не нравится. Он может съесть полтекста запросто. И еще StoryMap это сервис больше ориентирован на компьютеры, на веб-браузеры. С мобильными устройствами, к сожалению, он не очень хорошо адаптируется. Но там вся красота пропадает. Там либо смотришь карту, либо смотришь слайды. Одновременно и то, и другое посмотреть довольно сложно. Все по вертикали выстраивается и получается не очень симпатично. И опять-таки там начинают возникать тоже проблемы с текстом. То ли это связано с адаптацией на мобильных устройствах, то ли еще как-то непонятно. В общем, последнюю свою работу я делала с трудом. Пришлось с текстом повоевать. Вручную набирала текст и потом еще просматривала, как это будет на мобильном устройстве смотреться. Вот, к сожалению, почему-то так получилось. Плюс еще, возможно, кириллица здесь дает себя знать. Все-таки сайт англоязычный, может быть, не дружит с кириллицей. На этом мои предположения заканчиваются, почему так происходит. В общем, здесь такой совет. Если вы делаете работу, то надо ее протестировать на мобильном устройстве, как она будет смотреться. Не факт, что он будет хулиганить с мобильником, может, это мне так не повезло. Но в любом случае протестировать стоит, чтобы потом не получилось. Что касается предыдущих сервисов, насчет мобильного, тут-то в любом случае надо смотреть. Ну, Google карты, она и на мобильном устройстве хорошо смотрится. А вот все остальные надо просматривать. Просто вот отдельно этот сервис я начала тестировать на мобильных, потому что начали приходить претензии зрителей, что они не все увидели и услышали. Поэтому пришлось теперь тестировать все. Давайте еще один вариант посмотрим. Это делище от Google. Tour Builder. Это создатели Google придумали отдельный сервис для создания виртуальных экскурсий, путешествий, интерактивных карт. К сожалению, этот сервис, он недолго просуществует в этом виде. Планируется, сейчас вообще Google проводит, как это сказать, уменьшение своих сервисов. Каждый месяц они что-то уменьшают, удаляют, избавляются от чего-то. В общем, Tour Builder тоже не исключение. До августа он будет работать вот в этом режиме. А дальше предполагается, что на его место придет основной сервис планета Земля, который называется Google Earth. Вот этот вот. Он его заменит. Правда, останется ли в этой планете Земли опции те же самые, как в Tour Builder, это еще вопрос. А может быть, там сделают еще все круче. Но в любом случае, этот сервис работает, и все работы, которые в нем создаются, они не пропадут. Их может быть потом трансформировать в этот самый будущий Google Earth. Поэтому я этот сервис выкидывать из презентации не стала. Решила о нем рассказать, потому что он действительно достойный внимания. Бесплатный. Ограничений никаких нет. Очень несложный. У него хорошие возможности. Он позволяет добавлять много контента. Просматривать его в интересном режиме можно. И сам сервис, вот ссылочка, откройте, посмотрите хотя бы одну. Летающие такие экскурсии, перелетающие с места на место. Масштабирование интересное. В общем, очень достойно смотрится такая интерактивная карта. Последняя ссылка, это ссылка на интересное виртуальное путешествие опять с литературным героем. Это с Родионом Раскольниковым по Петербургу. Ну, я заскриншотила один из вариантов. Это у меня тоже экскурсия по всем чудес Кузбасса. Это первая ссылочка. Я ее заскриншотила. Давайте на конструктор взглянем, как изнутри. Здесь чем-то похож на предыдущий сервис. Здесь есть тоже титульный слайд. Называется он introduction или вступление. Там мы даем название нашему маршруту. Вот сейчас как раз introduction здесь на экране у меня. Придумываем название, обложку, загружаем, даем описание этого маршрута. Здесь можно просматривать маршрут в нескольких вариантах. Самый интересный это story 3D. Вот эти вот перелеты, вот это вот приближение-удаление, все это считается как формат 3D. Можно выбрать даже цвет маршрута, линии, которые будут соединяться в точке на карте. После этого переходим уже к добавлению локаций. Каждая локация будет по сути как тоже таким отдельным слайдом идти. Синяя кнопочка их добавляет. А вот так выглядят локации. Вот я наугад добавила просто на вскидку несколько локаций, несколько городов на карту. Сервис тут же их соединил в маршрутную линию. Вот таким образом. С севера на юг он их объединил. Каждая локация точно так же оформляется, как и первый слайд. То есть название. Дальше самая интересная кнопка – это кнопочка для добавления фото и видео. Самое замечательное здесь, что можно к одной локации добавить до 25 объектов. Это 25 фотографий, ну может быть 25 видеороликов, если у вас столько будет. Либо в перемешку можно. Ну общее число 25. Такого не дает ни один из сервисов. Это самый большой вариант медиа-контента. Если у вас большой альбом с фотографиями, вы не знаете, как можно его использовать, то в этом сервисе можно это сделать. Более того, здесь есть еще и возможность даты проставить. Ну например, вот обратите внимание, start date и end date. Здесь можно еще и ленту времени прикрепить. Она правда не обязательная, но такая опция есть. Например, какую-то дату добавить. Обязательное описание. Ну в общем, на хорошем компьютере грузится довольно неплохо. Единственное, что если у вас низкая скорость интернета, обычно бывает в школах, может быть не всегда тянет интернет. Вот в школе, например, у меня неплохо открывался. Он загрузится рано или поздно, этот маршрут, но придется подождать. А вот на хорошем, на домашнем интернете все отлично грузится и летает. Далее, описание локации. И внутрь описания можно еще гиперссылку добавить. Ну наконец, метку можно менять. Есть красивые метки, если нажать поменять, там откроется огромный список. Там есть метки в виде иконок. Там дерево, допустим, вы хотите заповедник обозначить, можно какое-нибудь дерево выбрать. Если хотим там какой-то курорт обозначить, там кораблик можно поставить, например. В общем, там большая библиотека иконок уже. И вот так каждая локация вот таким образом оформляется быстро и просто. А сервис все остальное сделает за вас, соединит их маршрутом, и вам останется только щелкать. Щелкать можно по списку этих объектов, либо по карте щелкать. Ну а дальше уже просматривать остается. Единственный недостаток здесь нет кода. Встроить это на страницу сайта и блога не получится. Только ссылочку дают в итоге на эту работу. Ссылкой можно делиться. Вот она как раз ссылка на виртуальную экскурсию. Можно поделиться в социальных сетях. Еще здесь есть опция «Можно пригласить для совместной работы». Поскольку здесь Google аккаунт, все-таки Google рассчитан на совместную работу. Здесь есть опция такая. Можно установить доступ по ссылке, открыть доступ по ссылке, а затем пригласить соавторов. Называется это «Invite people». Сюда вносим адреса электронной почты, кого мы хотим пригласить, поработать, и рассылаем приглашение. Они по ссылке заходят и тоже совместно могут принять участие. Чтобы работа у нас не пропала в августе 2021 года, сразу же, после того, как мы ее создали, я советую ее экспортировать как раз в приложение «Планета Земля», чтобы не забыть, чтобы в августе не бегать и быстренько не переформатировать это все. Сразу, как только создали, можно тоже и сделать экспорт. Делается через кнопку с тремя горизонтальными линиями. Выбираем экспорт и ждем какое-то время. Кстати, вкладку можно вообще закрыть, главное нажать на нее. Спустя времени вам придет сообщение о том, что у вас на Google Диске появилась эта виртуальная экскурсия. Она откроется как раз в приложении вот в этом, в «Планете Земля». А выглядеть будет немножко иначе, еще и круче будет. Там будет более объемное изображение, более летающее, более интересное, еще больше 3D. Самое интересное, что оно будет у вас сохраняться на Google Диске. Вы всегда можете доступ иметь и ссылкой делиться на нее со своего диска. Так что очень достойный вариант и можно попробовать его использовать. «Изи Трэвел» не впечатлило. Но для мобильных устройств как раз адаптировано лучше всего «Изи Трэвел», если говорить по-честному. Потому что вот эти все интерактивные сервисы, они все, конечно же, отображаются на мобильных устройствах, но вот такой вот суперкрасоты там не ждем, потому что интерактивные сервисы, они широкоформатные, карты раскрываются на весь экран, мобильники, они более узкие, вертикальные, там, может быть, не так красиво это будет. В общем, надо просто вот эти ссылочки, которые я вам кидала в чат, пооткрывать со своего смартфона и посмотреть, что больше понравится. Так или иначе, все сервисы со смартфонами работают. Другое дело, что как это выглядит. «Изи Трэвел» – да, это сервис в основном ориентированный на мобильные приложения, хотя он и в браузере тоже неплохо работает, но у него принцип не красота, а принцип функциональности. «Изи Трэвел», когда появился, произвел настоящий фурор, потому что он позволил создавать виртуальные маршруты и привязывать к ним еще аудиоозвучку. То есть такая говорящая экскурсия получилась, или аудиотур. Аудиотуры создавались здесь разные, и если зайти внутрь сервиса, то можно там поискать даже по своему населенному пункту, наверняка что-то найдется, что-то уже создано. Вот я вам сейчас разные просто ссылки отправлю. Первая ссылка – это экскурсия по библиотеке, например, аудиоэкскурсия. Вторая ссылочка – это экскурсия по городу, традиционный вариант. И еще можно еще экскурсию по городу прошлого. Вот, например, экскурсия начала 20 века. Карта современная, а экскурсия, рассказывающая о начале 20 века, об исторических достопримечательностях. Кроме экскурсий, кроме вот этих вот аудиотуров, сервис еще имеет возможность создавать виртуальный музей с экспонатами. Вы можете и реальный сюда добавить, например, если у вас создан какой-то музей в библиотеке или в школе, можно здесь сделать страничку своего музея. А можно просто создать виртуальный музей, то есть которого в реале нет, но вы его внутри этого сервиса можете создать самостоятельно. У меня запланирован вебинар в марте про Easy Travel как раз. Там я уже более подробно расскажу и о музеях, и о аудиогидах, и еще есть у него опция квесты. Вот обо всем этом в марте. Сейчас только вкратце небольшое такое вступительное слово про этот сервис. Сервис на русском языке, он никак не монетизирован, все здесь бесплатно. Правда, придется немножко разобраться вначале, как здесь все работает. Но самый простой вариант – это создать аудиотур. Сервис использует технологию GPS, которая позволяет использовать его в мобильных устройствах. Есть приложение Easy Travel, которое можно скачать к себе на телефон. И, например, если мы путешествуем по каким-то музеям, очень многие большие музеи сейчас, у них есть уже разработанные экскурсии Easy Travel. Например, в музее этнографии я это видела в Петербурге. На каждом экспонате висит значок с изображением логотипа Easy Travel. Можно по QR-коду зайти на эту экскурсию и ходить по музею и слушать. Вот таким образом это все работает. Мы можем создать экскурсию, которая будет работать и в браузере, но и можно будет открыть ее потом и в телефоне тоже. Если это экскурсия по городу, то все объекты привязываются к карте. То есть таким же образом делается метка на карте, а к этой метке добавляется много-много содержимого. Если у нас экскурсия по библиотеке, то мы можем, конечно, использовать план библиотеки, с одной стороны, а с другой стороны просто какие-то загрузить фотографии залов библиотечных и каждому из этих фотографий прикрепить озвучку. Небольшой рассказ об этом зале, например. То есть без привязки к карте это тоже работает. Ну вот у меня, например, как раз стандартный вариант, когда здесь метки на карте, к каждой метке привязана небольшой аудиоозвучка. После регистрации получаем возможность создать саму эту экскурсию. Называется это аудиотур. Ну вот вариант, например, у меня сейчас вот музей Литакула Ленин. Как это выглядит, например. Вот как раз пример музея здесь созданного. Можно небольшое вступительное слово записать, а дальше загрузить несколько картинок. Вот они внизу, экспонаты. Загружаем несколько картинок, и в каждой из этой картинки будет небольшая аудиоозвучка. Озвучку лучше записать заранее на микрофон. Хорошо, если разные голоса будут озвучивать. Ну, в общем, здесь надо постараться для красоты. Плюс дополнительно можно еще прикрепить небольшую карту. Например, в экскурсии по библиотеке можно прикрепить маленькую карту, где эта библиотека находится, в каком городе, на какой улице и так далее. Ну вот пример, например, выставка, экскурсия по выставке библиотечной. Та же самая история. Загружаем несколько картинок с этой выставки, а к каждой картинке прикрепляем озвучку. Ну, собственно, вот и сам конструктор. Я выбрала, например, какой-то объект, ну, картинку, например, я загрузила, а дальше открывается конструктор для того, чтобы к этой картинке прикрепить содержимое. название, описание, максимум 5000 символов. Вообще довольно неплохое такое описание можно добавить. Плюс внутрь можно вставить гиперссылку. А дальше самое интересное, добавляем аудиофайл, озвучку. Причем текст можно писать минимальный практически, а вот озвучка может быть более развернутая. То есть это настоящая такая полноценная небольшая экскурсия голосом, голосовая. Можно читать текст, а можно одновременно и читать, и слушать. Плюс еще рядышком есть кнопочка «Добавить видео». Если есть какой-то видеоролик, его тоже можно сюда прикрепить, к этому объекту. И еще есть дополнительная опция, чтобы было интереснее. К этому аудиотуру можно добавить викторину. Вот она внизу как раз. Вопрос с выбором ответа. Викторина здесь очень простенькая. Один вопрос, несколько вариантов ответа, один из них верный. Но это немножко разнообразит просмотр. Например, вы сначала прослушали какой-то фрагмент экскурсии, а потом получаете вопрос и отвечаете на него. Ну, проверяйте немножко знания свои. Это на тот случай, если, например, какую-то интересную занимательную экскурсию для школьников, например. Это привлечет внимание, будем надеяться на это. Что можно потом с этим совсем сделать? Ссылкой можно поделиться в социальных сетях, например, распространить на сайте в блоге. Вставить в блог не получится, кода нет. А вот по ссылке делиться можно совершенно. Ну, и все то же самое можно смотреть и с телефона примерно. Ну, да, не очень красиво. Это не StoryMap, конечно, такой красоты особой нет. По поводу красоты. Осталось немножко, я, правда, немножко перебрала по времени, наверное. Сервис, поговорим о сервисах, которые позволяют привязывать, создавать виртуальные маршруты не только по карте, но и еще по изображениям. Например, если мы хотим создать экскурсию по школе, по вузу, по библиотеке, просто по какой-то местности, но без карты. Вот для этого можно использовать немножко другие сервисы. Один из них называется Genial. Ой, как много о нем сейчас говорят. Много обучалок, много мастерилок, видеоуроков целый список. Я набрала только на YouTube. Мне две страницы видеоуроков выдали по этому сервису. Сервис вообще отличный. У него хороший бесплатный тариф. Он пока без ограничений. Часть шаблонов там платная. Но, в общем, работать очень хорошо, комфортно. Сервис позволяет создавать презентации, интерактивные плакаты, инфографику, просто различные игры, викторины. Ну, вот в частности, он может создать даже небольшое путешествие по карте и без карты. Я вам сейчас несколько ссылок опять добавлю. Вот это у меня сейчас на экране. Это как раз путешествие с использованием карты. Ну, такая импровизированная карта. Здесь нет карты Google. Здесь мы просто карту берем как картинку. Как изображение. То есть, заранее готовим какую-то карту. И на эту карту потом наносим интерактивные метки, по которым можно перемещаться. И получается такое виртуальное путешествие. Вот первые две ссылочки. Это как раз где карта картинка. А есть, можно создать виртуальное путешествие вообще без карты. Сделать это в виде презентации, например. Но тоже будет виртуальное путешествие. Вот третья ссылка как раз вариант. Три разных варианта, как можно использовать этот сервис. Теперь, как это все выглядит изнутри. Можно создать виртуальное путешествие на основе презентации. Но презентации здесь необычные. Они анимированы. Они с красивыми переходами. Там есть интересные интерактивные кнопки разнообразные. Для этого есть шаблон. Так он называется презентация. Если мы хотим создать виртуальное путешествие только на основе одной картинки, никуда с этой картинки не уходить. Ну, например, у нас есть карта и на ней интерактивные метки. Нажимаешь на метку, всплывает какая-то дополнительная информация. То шаблон тогда можно выбирать другой. Называется интерактивная картинка. Интерактив имидж. Вот два шаблончика, я их оба вынесла. Либо как презентацию, либо как отдельную картинку. Два варианта могут быть. Но принцип работы остается один и тот же, чтобы мы не выбрали. Если мы выбираем просто картинку, то нам она нужна. Мы ее загружаем 5 мегабайт максимальной. Например, мы загрузили какое-то изображение карты сюда. В качестве картинки. Если мы хотим создать презентацию, то мы идем в шаблоны для презентаций. Обязательно нужно обратить внимание на то, что часть платная. Платные, желтые звездочки отмечены. Бесплатные просто обычно, без всяких значков. Вот я, например, нашла два шаблона, где нарисованы карты. Один называется economy world map, карта мира. Вторая map list. Вот тоже карта мира, но немножко по-другому выглядит. Это готовые шаблоны. Не обязательно, что прямо только по ним работать. Вы можете выбрать вообще пустую презентацию и загрузить туда свои карты, свои картинки. В общем, оформить все по-другому. Но шаблонов много и не обязательно с картами можно выбрать. Выбираем тогда любой шаблон, либо чистую презентацию и в ней работаем. Далее. А далее, чтобы мы не открыли, вот, например, я открыла презентацию. Если мы картинку загрузили, то то же самое будет. С левой стороны список того, что можно сделать с этой картинкой, с этой презентацией. Во-первых, можно поверх этой картинки и презентации написать текст. Загрузить поверх картинку. Плюс есть еще кнопка ресурсов. Эта кнопка открывает библиотеку сервиса. Там можно дополнительно что-то выбрать. И прямо поверх слайдов все это добавить. Но самое интересное здесь, это кнопочка интерактив элемент. Она позволяет добавлять такие интерактивные метки. Нажимаешь на метку и появляется информация. Ну, по сути, это аналогия тех же маркеров, которые мы ставили на карты до этого. Вот они здесь выглядят немножко иначе, называются интерактивные метки. К каждой метке можно добавить контент. У меня на следующем слайде как раз показано, как этот контент добавляется. Что еще здесь можно сделать? Плюс к этой картинке, к этой презентации можно нажать кнопочку insert и посмотреть, что тут можно добавить. Контенты соцсетей, гугл-карту можно вставить. Кстати, вот здесь можно прямо в презентацию гугл-карту вмонтировать, если вы хотите. Что здесь тексты можно прикреплять, документы гугловские, плюс еще статьи из Википедии. В общем, здесь огромное количество иконок, логотипов сервисов. Всех не перечислить. Плюс сверху я еще красные вынесла, рамкой аудио и видео можно добавить. В общем, это вообще отличный сервис. Он умеет практически все. Бэкграунд позволяет перекрасить. Если у нас презентация, мы можем эту слайду раскрасить в любые цвета, какие хотим. Ну вот, например, я добавила интерактивную метку. У меня с этой меткой появились два значка в красной рамочке. Один с ладошкой, а другой вот такая комета летящая. Тот, который с ладошкой, эта кнопочка позволяет добавлять интерактивный контент. А та, которая комета, это анимация дополнительная. Интерактивный контент, как он выглядит? Всплывающее окошечко. Оно может раскрываться на весь экран, оно может всплывать. Оно может вести ссылкой на какой-то другой сайт, например. Ну, допустим, у нас окошечко должно, которое открывается на весь экран. Вот в это окошко можно добавить огромное количество информации. Здесь нет никаких ограничений, там не надо ужиматься до трех-четырех предложений. Здесь можно огромный текст вписать. Окошко, напоминающее вордовский документ. Можно внутрь картинку добавить, гиперссылку вставить. Плюс я еще в красной рамке вынесла такой значок с двумя скобочками и косой линией. Это для добавления встраиваемых объектов. Например, у вас есть какой-то видеоролик, у вас код есть от этого видеоролика. Либо код от какой-то презентации. Вы хотите внутрь его добавить, это можно сделать. Нажимаем на этот значок, получаем вот такую Gmail-разметку. Вот то, что у меня таким лавандовым выделено, это как раз тот самый код, который я сюда вставила. Дальше второй раз нажимаем на эту кнопочку и смотрим, как все вставилось. Вставиться должно быть очень неплохо. Сохраняем обязательно сейв. И вот так каждую метку на нашей карте, условно на карте, где угодно эти метки можно ставить. Вот так каждой метке мы прикрепляем содержимое. Если сравнить с картографическими сервисами, то возможностей даже больше, пожалуй, будет. Здесь много-много всего интересного можно придумать. И дальше про анимацию. Здесь уже говорить особо не надо, анимация тут присутствует. Если есть готовый шаблон, то там уже она внутри есть. Но вы можете дополнительно настроить. Например, вот эти метки, они могут качаться, двигаться, переливаться, слева направо появляться, исчезать и так далее. В общем, для этого настраиваем анимацию. Вот она как раз так выглядит. Можно направление движения выбрать и разные варианты анимации. Обязательно сохраняем. После того, как мы все это закончили, можно получить ссылку и код и вставить это на страницу сайта и блога. Здесь все отлично вставляется. Сервис с хорошим бесплатным тарифом, поэтому я его очень даже рекомендую. Ну и еще вишенка на торте. В этом сервисе есть опция совместной работы. В личном кабинете выбираем нужную презентацию, нужную работу и нажимаем на значок с человечком и с плюсиком. Это для того, чтобы пригласить соавторов. Рядом кнопочка для того, чтобы поделиться ссылкой и кодом. Вот еще такая есть опция у него. В общем, все очень неплохо. Ну вот окошечко как раз для приглашения. Просто покажу, как оно выглядит. Вписываем адрес электронной почты и приглашаем. Похожие на него сервисы, уже так подробно рассказывать о них не буду, потому что, по сути, они очень напоминают дженеали. У них возможности немножко поменьше. Но вот этот сервис, о нем сложно было бы не сказать. Это сервис ThinkLink. Он уже работает огромное количество лет. Уже не помню, сколько лет. Он то платный был, то бесплатный. Сейчас полуплатный. В общем, сейчас я вам ссылки отправлю, объясню, в чем здесь фишка с этим сервисом, что в нем не так. Ссылочки я отправила вам на Тургеневские места и путешествия по Республике Коми, которые у меня сейчас на экране скриншотом. Вот тоже, по сути, интерактивная карта. То есть эту карту мы загрузили как картинку. На нее нанесли такие интерактивные метки. Если на них нажать, открывается окошечко, там текст и картинка, например. Дополнительно сюда можно видео добавить, киперссылку добавить и звук добавить еще. Так что здесь тоже, в общем, неплохо все с возможностями. Нам нужно обязательно здесь, когда регистрируемся, впервые выбрать тариф бесплатный. Я перевела на русский язык, чтобы не промахнуться точно, поскольку сервис сразу предлагает платные варианты и без вариантов. На самом деле варианты есть. Для образовательных организаций предусмотрен тариф, он в переводе называется «Бесплатный учитель». Его нужно найти, он в самом низу сайта прячется. Переводим сайт на русский язык и находим его. И выбираем. Начать бесплатно. Он позволяет создавать неограниченное количество хороших публикаций, картинок, видео до 1000 просмотров в год. В общем, неплохо. После этого нам становятся доступны бесплатные основные возможности сервиса. Вот, например, я загрузила карту Кольского полуострова, добавила метку на карту, а дальше начала заполнять карточку. Карточка у меня вот так отображается с левой стороны. Во-первых, можно поменять иконку «Change icon». Ну, это так. А дальше пошли значки. Title – это название метки. Дальше описание. Причем все, что мы добавляем, тут же отображается. Дальше ссылка какая-то. Причем ссылочку можно оформить в виде кнопки. Вот такой красивой. Ну и картинки можно добавить. Можно одну, можно несколько. Плюс внизу еще есть кнопка «Upload audio». Можно аудиофайл добавить для дополнительного озвучивания. Так что, похоже на «Genial». Правда, здесь нет таких больших интерактивных окон с огромным содержимым. Здесь текст более… поменьше будет. В общем, он ограничивается вот этим окошечком. Сколько здесь текста поместится? Ну, опять-таки, 3-4 предложения, наверное, не больше. «Genial» в этом смысле больше. Возвращаясь к вопросу, сколько человек можно пригласить. Да я приглашала довольно много. Все приглашения ушли, все в порядке. Так что, я не знаю, ну, наверное, «Десяток»-то точно можно пригласить. Вряд ли у вас… Ну, класс, наверное, целый можно попробовать пригласить. Но вряд ли будет больше людей. Плюс дополнительно здесь еще есть возможность создавать виртуальные путешествия по панорамным фотографиям. Панорамные фотографии – это такие длинные фотографии. Ну, я так говорю на непрофессиональном языке. Если есть профессиональный фотограф, вы, простите меня, пожалуйста, объясняю, как могу. Это длинные такие ленты фотографические, которые показывают какую-то местность, ну, с прицелом 360 градусов иногда, либо 180 градусов. Вот такой вариант. То есть можно посмотреть вверх, вниз, вправо, влево. Вот такие варианты панорамной фотосъемки. Если у вас есть такие фотографии, то есть опция здесь «Возможность создания таких интерактивных путешествий по вот таким вот фотоснимкам». Загружаем фотоснимок, на нем какие-то объекты, выделяем в виде интерактивных меток, и получается у нас такое вот путешествие по фотографии. Не совсем это, наверное, такое обычное путешествие, но почему нет, с другой стороны. Причем несколько таких больших картинок можно соединить вместе, и получится виртуальное путешествие по нескольким местам. Ну, вот я вам сейчас последнюю ссылку отправила, сейчас прочитаю, как она правильно называется. Это экскурсия по музею искусств. То есть там несколько залов, несколько панорамных снимков загружено, и можно перемещаться из зала в зал, рассматривая экспонаты. Приближать, удалять, вот. Для этого, конечно, нужны панорамные фотографии. Если у вас есть фотографы, которые такие фотографии умеют делать, либо сами практикуете это, то это, конечно, здорово. Можно попробовать сделать вот такой виртуальный маршрут. А метки на карте будут абсолютно точно такие же, как и в обычной плоской фотографии. Все то же самое. Еще один сервис, он русский, русскоязычный сервис Удоба. Сейчас опять вам ссылочку, как всегда, отправлю. Он очень похож на SyncLink. Он бесплатный, ограничений здесь нет. Вообще сервис Удоба, будет у меня отдельный вебинар по нему, это как раз наш следующий вебинар, будет как раз конкретно по этому сервису, позволяет создавать многое, начиная от ленты времени, заканчивая интерактивными видеовикторинами. В том числе, вот и виртуальные путешествия можно по карте, можно по картинке. Принцип работы такой же. Загружаем свою картинку, наносим интерактивные метки, и к каждой метке прикрепляем свое содержимое. Ну, шаблончик называется Image Hotspot. Шаблон называется на английском, а весь конструктор на русском. Заголовок, фоновое изображение, выбираем цвет иконки, либо она с плюсиком будет, либо какая-то другая, цвет ее можно поменять. Ну и далее к каждой метке добавляем, что можно добавить текст, видео и картинку. Причем здесь неограничено количество текста, любой текст можно вставить, видео по ссылке с YouTube, картинку с компьютера можно добавить. И нажимая на кнопку, открывается отдельное окошко. Можно на весь экран, можно на половинку экрана. И просматриваем содержимое. Здесь сразу мы не увидим, что у нас получится. Мы просто создаем несколько меток, щелкаем по нашей картинке, добавляем метки, прикрепляем, прикрепляем, прикрепляем. И только на последнем этапе, когда мы нажимаем сохранить, только после этого мы увидим, что же у нас в итоге получилось. Но в любом случае, наконец, можно вернуться назад и все отредактировать еще раз. И плюс появился у этого сервиса один шаблон, тоже для панорамных фотоснимков. Шаблон называется Virtual Tour 360. Вот пример. Я русскоязычная не нашла экскурсии. Это примерчик на самом сайте, на удобе, сделан для примера, как это выглядит. Я просто взяла фотографию, она у меня не панорамная, поэтому я ее только заскриншотила, а так показывать не буду. Обычная плоская, поэтому она немножко искривилась у меня. Но я просто попробовала. Здесь уже как раз все видно. Здесь панорама открывается, щелкаем, добавляем метку. Вверху кнопочки. Текст, картинка, что у нас еще, видео и аудио. Вот четыре кнопки. Можно редактировать текстик немножко. И дополнительно внизу есть кнопочка «Новая сцена». Если у вас несколько панорамных снимков, можно их один за другим прикрепить и сделать переходы от одного снимка к другому. И так можно, например, виртуальную экскурсию по музею создать, по библиотеке. Но опять-таки здесь придется поискать панорамные снимки, чтобы это было красиво. А смотрится вообще интересно сейчас очень много. Если вы на сайтах музея бываете, часто очень многие музеи как раз используют разные виртуальные экскурсии вот в формате 3D с панорамными снимками, с возможностью приблизиться, отдалиться, посмотреть повнимательнее и так далее. Можно попробовать самим что-то подобное создать. Ну и последний вариант на сегодня – это сервис SIGBIG. Это моя последняя находка прошлогодняя. Все, собираюсь написать обучающий материал. Обучалок пока нет на русском языке, по крайней мере, точно. А сервис, в общем-то, неплох. Позволяет загружать тоже панорамные снимки и добавлять к ним разный контент, к меткам. Вот я как раз в списочек вывела, что здесь можно добавить. Ссылки, аудио, картинки, встраиваемые объекты, кнопка Embed и даже опросы небольшие. То есть это викторинки маленькие можно добавлять. Я вот вам ссылочку отправила. Хороший пример – это музей Второй мировой войны. Мы сделали в формате, ну, правда, не наш музей, американский, насколько я понимаю. Но это исключительно для того, чтобы посмотреть, как это выглядит. Несколько залов, можно несколько фотографий друг с другом вот так же зацепить и сделать вот такое виртуальное путешествие в формате 360 градусов. То есть можно там приближаться, отдалять, смотреть более подробно и так далее, масштабировать это все. К сожалению, здесь сервис не бесплатный, вот здесь есть ограничения, это неудобно. Здесь покрасивее будет сервис, но это и стоит того. Три вот таких вот виртуальных маршрута здесь можно создать по панорамным снимкам. Если понравится, можно завести еще один аккаунт, попробовать еще раз. Ну, в общем, неплохой сервис, он несложный на самом деле. Я попробовала, разобралась буквально минут за 15, что и как там делается. Так что на будущее оставила его себе в закладках. Буду пробовать в нем что-нибудь сделать красивое получается. И последний вопрос, а где же эти панорамные снимки все-таки брать? Ну, во-первых, можно, конечно, найти фотографа, можно попробовать самим. Есть технологии, описанные в интернете, как снимать, как монтировать такие снимки. Нужно специальное, я думаю, профессиональное оборудование для этого, ну, хотя бы минимальное. Есть готовые панорамные снимки, их можно поискать. Тот же самый Яндекс, например, в поисках по картинкам. Если написать панорамы 360 градусов, выводит огромное количество разных готовых панорамных снимков. Вот, то есть можно попробовать. Там, конечно, нужно посмотреть по авторскому праву, можно ли их использовать, допустим, для некоммерческих целей. Ну, такая возможность есть, готовые посмотреть уже вариант. А так, собственно говоря, можно... Были раньше сервисы для склеивания из нескольких фотографий 3D, вот этих вот 360 градусов картинок. Но сейчас они стали платные, я уже о них рассказывать не буду. Вот, если знаете, то поделитесь информацией. Ну, вот, пожалуй, на сегодня про виртуальные экскурсии рассказала все, что знала, показала все инструменты, о которых знаю, которыми умею пользоваться. Повторюсь, что ссылки, как всегда, внутри презентации, все обучалки тоже там же, по всем, кроме СигБИК. Вот по ним по всем есть обучающие материалы. Если есть вопросы, то мои координаты вы уже знаете, как всегда, где меня искать. Следующий вебинар у нас будет через неделю, 15-го числа, уже в стандартное время, в 12 часов. Вот, будет вебинар, посвященный как раз сервису Удоба. Если он вас заинтересовал сегодня, то приходите, я расскажу, как можно сделать не только виртуальные экскурсии, но еще многое другое. Игры, презентации, ленты времени, интерактивные викторины, будет много всего интересного. Вот, спасибо вам большое за внимание, ну и до следующей встречи, если больше вопросов нет ко мне. Как виртуальную экскурсию перевести в формат видео, небольшая видеопрезентация. Ну, тут я только один вариант вижу. Сделать скринкаст, как это называется? Ну да, скринкаст называется. То есть вы открываете вашу экскурсию, сами щелкаете по меткам, все открываете, а в это время ведете запись этого всего с помощью программ для скринкастов. И все это сохраняется у вас в формате видео. То есть вы сами все откроете, можно даже озвучивать за кадром. То есть если вы подключите микрофон, то вы можете еще все это озвучивать. То есть нажимаете на кнопки, озвучиваете это все красивым голосом, а потом сохраняется у вас в формате видео. Таким вот образом. Для скринкаста есть хорошие бесплатные программы, так что можно поискать. У iSpring есть программа FreeCam. Можно по-русски написать FreeCam, поискать. Она бесплатная, скачивается, быстро устанавливается. Как в Genial добавить, настроить музыку, чтобы проигрывание начиналось автоматически, одновременно с открытием проекта? Вот по поводу настройки музыки я в Genial сама музыку не использую. Я вообще не очень люблю всякие фоновые музыки. Меня они отвлекают, вот лично как зрителя. Поэтому для автоматической настройки надо посмотреть. Мне кажется, там она просто не предусмотрена пока, как фоновая музыка. Там есть кнопка для маркера, на которую нажимаешь, запускаешь. А вот чтобы она автоматически настраивалась, я, честно говоря, не знаю. Я постараюсь поискать к следующему вебинару. Если найду, то обязательно расскажу. Все, теперь уже точно все. Спасибо.